В газетах, по телевизору, по радио, я почти каждый день слышу рекламу новых средств для лечения артрозов. Что это такое? Перечислять буду. Их на самом деле десятки. Наиболее иноутро. Иногда называется глюкохондроамин. Иногда аутровит, артровит, нано-коллаген или микрохоллаген. И якобы все эти вещи дают питание суставам и лечат эти суставы, ну и способствуют нарастанию пораженного креща. Но есть один такой маленький фокус. Я просто из-за иначе. Ни одно лекарство для суставов не работает. Увы, ни одно лекарство для суставов не работает. На этом стою. Почему? Доказательство. Если работают эти лекарства, почему до сих пор делают операции по замене хрупных суставов? Раз. Значит, лекарства, которые предлагаются, вот эти вот многочисленные, на самом деле это пищевые добавки. Что такое пищевая добавка? И глюкоза, хондроамин, и иноутро, и микрохоллаген. Коллаген. Это всего лишь желатин, приготовленный по каким-то, может быть, немножко отличает методика приготовления. Да, хрящ, вот сустав, основное вещество сустава это хрящ. И нам обещают, то есть больным обещают, что если вы будете пить вот это, вот это вещество, из которого состоит хрящ, то хрящ начнет нарастать в нужных местах пораженных и сустав выздоровеет. Почему-то не выздоравливает, человек калечит год второй, а потом выдавая на операцию. Вот недавно приходит ко мне одна пациентка, женщина. Небольшой отрост забедренного сустава, скажем так. Их, значит, два врача ее осматривали, один молодой, другой пожилой врач. Ну, Бог говорит, ну что тут смотреть, давай сразу на операцию. А пожилой говорит, ну нет, давай мы ее вот полечим, а потом сделаем операцию. Вы понимаете смысл? Да, теперь, почему такое происходит? Конечно, это очень громко я заявляю, но все лекарства для суставов, это по существу желатин и ничего больше. И глюкохондроамин, и нолтро, и микрохологен, и еще артравит, и еще не с тем, значит, количество их очень большое этих названий. Это всего лишь желатин. Теперь людям говорят, да, вот ешьте это лекарство, которое якобы там помогает, и ваш сустав поправится. Врут. Почему? Объясняю. При развитии артроза идет два процесса. В одном месте хрящ разрушается, что великолепно видно на снимках, что великолепно видно на томограмме, на томограммах. Но рядышком, рядышком, это тот же хрящ, но под немножко в стороне, идут разрастания этого хряща. Это легко проверить. Любой человек, кто с атрозом, он атрозом знает, что прежде всего нога перестает сгибаться, левто за бедрами, в легколенном суставе. А теперь подумайте, ну, те, кто слушают, потенциальные пациенты или больные, если хрящ только разрушается, ну вот, возьмем сустав, вот это мои кости, а вот они прокладка, это хрящ посередке. Вот подвижность. Теперь хрящ разрушится полностью, убираем. Что остается? Сустав начинает болтаться еще больше. Правильно? Правильно. А что в реале? Хрящ разрушается, убираем хрящ, а сустав замыкается. Почему? Параллельно с разрушением хряща идет его разрастание, то есть вот здесь по контуру идут нарастания хряща. А теперь подумайте, как может одно и то же лекарство одно и то же. Вот в этой точке хрящ наращивать, а вот рядышком растворять. Таких лекарств быть в природе не может. Разве какая-то супернано-технология, которая появляется внешним компьютером. Может быть, можно. Я такого пока не представляю. Но на данном уровне развития земной техники, технологии. Желатин – это смесь аминокислот и сахаров, полученных из хряща. И якобы эта штука восстанавливает. Но дело в том, что нормальный человек с пищей каждый день получает веществ, необходимые для построения хряща, в вполне нормальном количестве. Волосы, ногти, кожа постоянно растут, отшеглушиваются. Это то же вещество, что бы там ни говорили. Дальше. На самом деле, есть некоторые лекарства, лекарственные средства, которые способствуют росту хряща. И их пытались и пытаются надо водить в сустав. Что при этом происходит? Хрящ начинает бурно расти, и сустав замыкается гораздо быстрее, чем без такого лекарства. Если лекарство вводится в колено, то часто это сопровождается искривлением ноги. Ноги могут скривиться наружу, внутрь, скобками. Представляете, с такими скобками, как кавычки. Вот такие ноги могут быть. Грался за срекметиев сначала. Это когда вводили в сустав средства, которые на самом деле способствуют росту хряща. Теперь еще один обман. Я неоднократно видел по телевизору рекламу лекарственных средств, якобы лекарственных средств для лечения сустава. По телевизору показывают колено в разрезе, и мазь, якобы молекулы мази проникают под кожу, проникают в суставную сумку, проникают в сустав и ремонтируют хрящ. Полный бред. В суставную сумку никакой лекарств не проникают. Даже если это называют нанотехнологиями, то, что сейчас модно. Интересная вещь сейчас лечения сустава. Тоже многие на это ловятся. Иногда идет реклама, рекламируется кальций для лечения сустава. Да, 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 да. Надо пить кальций продукты для лечения. Почему? При развитых артрозах, ну, в коксотрозе, гонотрозе, там, где хрящер полностью разрушен, начинают разрушаться кости. И вот, значит, производители кальциевых препаратов заявляют. Вот видите, у вас разрушается кость. Кость состоит в основном из кальция. Вот пейте кальциевые препараты, кость будет у вас, перестанет разрушаться. Это тоже сказки. Дело в том, что даже при очень высокой степени остеопороза, когда кость теряет кальций, суставы могут быть полностью в порядке. Великолепные, шикарные суставы. И суставы могут быть полностью разрушены при очень, при великолепном, при великолепном качестве кости. Объясняю. Кость сама по себе пористый, твердый, жесткий материал. Ну, что-то вроде хорошего кирпича или бетона. Вот, по кости, ну, домохозяйки знают. Кость от стирания предохраняет только тонкие в свой хряща. Если хрящ разрушен, кость начинает соприкасаться с костью. При любой физкультуре идет очень, очень быстрое разрушение кости. Пей кальций, не пей. Есть степороз, не есть. Это все равно, что тереть два куска кирпича друг по другу. Дальше. В литературе попадается противоположный способ лечения суставов. Нужны препараты, которые вводят кальций из организма. Почему? Если сделать рентген сустава с подвитым артрозом, там можно обнаружить кальциевое образование. Что это такое? Вот эти вот хрящевые разрастания, которые по периферии разрастаются, когда на них доходит дело, травмируются постоянно. Я говорю, помните, они травмируются, при занятии физкультурой, воспаление и кальцинируются. Значит, говорят, ага, выводите кальций из организма, и сустав у вас вылечится. Есть такие методики, есть. Что получается, кроме остеопороза, ничего заработать этим способом невозможно. Кстати, то же самое рекламируется и для лечения остеохондроза. Некоторые рекламируют пить кальций, чтобы позвоночник был прочнее. Другие рекламируют препараты, которые вводят кальций из организма. То есть полностью противоположное действие. На самом деле, остеохондроз – это очень сложное явление, и ни добавлением к кальция, ни выводом кальция из гранитного вылечить его невозможно. Невозможно вылечить и лекарственными средствами.